Привет, вы на канале Девайс. Сегодня у нас на обзоре игровая клавиатура Razer DevStalker. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. DevStalker это стильная проводная низкопрофильная мембранная клавиатура с регулируемой подсветкой клавиш. Возможностью настроить любую функцию на любую кнопку, поддерживающая макросы, а также имеющая доступ к различным мультимедиа функциям и специальному игровому режиму. Клавиатура пластиковая, толщина стенок порядка 2 мм, этого вполне достаточно, чтобы она не деформировалась. Даже взявшись за края, ее сложно свернуть винтом. Такая жесткость для большой мембранной клавиатуры с тонким профилем это очень хорошо, особенно учитывая тот факт, что внутри нет никаких рам жесткости или металлических пластин. Вся клавиатура выполнена в черном цвете, покрытие неоднородное, основная часть корпуса это пластик с грубой фактурой. Клавиши сконструированы таким образом, что не важно, как вы их нажмете, с краю или по центру, клавишу не перекосит, а усилия и ход до срабатывания будут одинаковыми. Стоит клавиатура на пяти резиновых ножках, четыре по углам и одна ножка в виде длинной ленты вдоль нижней кромки. Кроме того, резиновые накладки присутствуют на выдвижных ножках, поэтому клавиатура остается устойчивой в любом положении. Откидные ножки позволяют чуть сильнее наклонить клавиатуру к себе и увеличить максимальную высоту с 3 до 4 мм. Дополнительных интерфейсов в виде USB портов и разъемов миниджек на клавиатуре нет. Для соединения с компьютером используется стандартный разъем USB типа А. Длина провода 1,8 метра, этого должно быть вполне достаточно, для подключения к системному блоку в любом положении. Оплетка прорезинена, а для обеспечения большей надежности у основания штекера USB и на стыке с клавиатурой провод усилен на изгиб. Сверхнизкий чеклет клавиши обеспечивают малую длину хода и скорострельное выполнение команд. В отличие от традиционных клавиатур, которые способны обрабатывать всего лишь до трех одновременных нажатий, непревзойденная технология подавления фантомных нажатий позволяет этой клавиатуре обрабатывать до 10 одновременных нажатий. Действие, запущенное каждой из одновременно нажатых клавиш, будет выполнено в игре с точностью и без задержек. Программное обеспечение Razer Synapse 2.0, выполняющее функции мозга Razer DevStalker, позволяет сохранять индивидуальные настройки в облачном хранилище данных для удобного доступа в любом месте в любое время. Игровые аддоны, на настройку которых было потрачено столько времени, никогда не придется настраивать повторно, они будут готовы для загрузки и использования при подключении любой клавиатуры Razer DevStalker к любому компьютеру. Обновление драйвера и прошивки загружаются автоматически. Вся подсветка – это один большой лист прозрачного пластика, обычный световод. Справа снизу установлен мощный светодиод, который равномерно освещает изнутри весь лист. В нужных местах под клавишами в этом листе сделаны маленькие углубления, в которых свет преломляется, освещая тем самым нужный участок. Такие углубления можно сделать где угодно, благодаря этому подсветка получается такой равномерной. Но у подобного решения все же есть недостатки, например, невозможно подсветить отдельно каждую клавишу, можно лишь заставить такую подсветку переливаться. У данной модели также присутствует удобная монолитная подставка под запястье в передней части устройства. Она покрыта глянцевым слоем в виде пчелиных сот. Руки не скользят и не устают. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Несколько завышенная цена. Весьма специфичный шрифт. Русские буквы очень маленькие. Собирает много пыли. Кабель без тканевой оплетки. Бывают двойные нажатия. Короткий левый шифт. Но есть и позитивные отзывы. Регулируемая подсветка. Нет лишних бесполезных клавиш. Очень удобная подставка. Большая площадь резиновых ножек. Макросы записываются очень просто. Все кнопки программируемые. Можно нажимать сразу 10 кнопок и это работает. Тихая. Удобный ход клавиш. Возможно вы станете владельцем этой модели клавиатуры. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!